итак здравствуйте уважаемые зрители сегодня мы с вами поговорим о мяте перечной и я постараюсь как можно подробнее рассказать об этом растении вначале то есть вы узнаете вкратце о самом растении затем мы посмотрим какими лечебными свойствами она обладает и как ее применяют в народной и научной медицине изучим состав ну и может еще там чего-нибудь расскажу с историей и так посмотрим какие синонимы есть у этого растения их довольно немного как видите мята перечная также называется холодка кстати вот это название холодка появилась из-за такого свойства мяты охлаждать когда то есть передавать такую свежесть когда вы ее пьете чувствуете свежесть и наши деды предки даже говорили что мята холодит во рту но разогревает кишечник далее мяту также называют английской мятой благородная мята садовая мята чайная мята и холодная мята все это о мяте перечной вообще существует около 25 видов мяты но мята перечная не является то есть отдельным видом она появилась в результате скрещивания если кто не знает появилась мята перечная в результате скрещивания мята колосковой и мяты водяной это было в 17 веке великобритании мы выведем такой вот сорт мята да хотя вообще медицине мята используется довольно давно еще в древней египте даже использовали различные виды мяты затем ее лечебные свойства описывал гиппократ далее известный врач парацельс и что также интересно они все советовали то есть употреблять мяту при лечении от головной боли в общем вот само растение имеет высоту до 1 метр в среднем около 40-70 сантиметров цветет все лето с июня по август и даже по-моему по сентябрь и распространена культивирует ее во многих районах украины россии и беларуси обладает очень сильным таким бальзамическим можно сказать запахом если растереть листок можно почувствовать но не давайте теперь поговорим о сушке как заготавливать и сушить мяту как я уже сказал заготавливать ее практически на протяжении всего лета во время цветения и желательно заготавливать ее то есть срезать в первой половине дня поскольку в это время содержится наиболее наибольшее содержание вот этого эфирного масла в мяте то есть которое можно сказать и обладает основным лечебным свойством срезанное растение формируют вот в такие вот пучки либо выкладывают на какой-то поверхности помещение должно быть в виде суши цемента хорошо проветриваемым защищенным солнечным лучей от прямых солнечных лучей да и вообще желательно чтобы помещение было темным будет недопустимо также использование каких-то сушилок там дегидраторов досушивать или сушить вообще мяту в духовке поскольку эфирное масло практически в первые минуты уже испарится и растение лишится как своего аромата так и лечебных свойств наибольшее содержание эфирного масла у мяты содержится именно в листьях если я не ошибаюсь затем уже в цветах и потом уже только в стеблях давайте теперь посмотрим какой же состав у мяты перечные основной лечебный компонент растения как я уже сказал это эфирное масло его состав входит ментол валериановая кислота затем ментон фиоландрен такие вещества которые сейчас широко используются в основном в парфюмерии они дают вот этот запах такой мяты далее в мяте содержится каротин это витамин а то есть в нашем организме превращается в витамин а бетаин очень интересное вещество которое сейчас изучает медицину и использует для восстановления практически всех функций печени и также для нормализации общего обмена веществ в организме ну и далее в мяте также содержатся курсуловая и алиановые кислоты давайте перейдем к следующему слайду и посмотрим применение в народной медицине довольно от многих болезней используют в народной медицине мяту использовали да и используют вот главным образом это при лечении головной боли затем от ликоты вот интересную также что старики использовали ее при болях в ребрах затем мяту используют как патагонная и согревающая это кстати не только мята перечная и многие другие виды мяты обладают такими такими же свойствами далее при сердечных заболеваниях так как мяте содержится много ментола а ментол очень положительно влияет на сердце на сосуды и сейчас он используется при создании очень многих фармакологических даже препаратов таких как валидол карвалол балакардин ну и прочее далее мята конечно же используется как успокаивающее средство но и также используют для хорошего пищеварения так мы посмотрим теперь ее применением в народной точнее в научной медицине научная медицина главным образом используют мяту при лечении различных нервных расстройств также при бессоннице при стенокардии при желудочно-кишечных заболеваниях используют как сосудорасширяющая мята отличные сосудорасширяющие средства далее при астме и бронхите и вообще практически при всех заболеваниях верхних дыхательных путей ну и последнее время выяснили что мята также хорошо применять ее при заболеваниях печени ну и посмотрим какие же противопоказания есть к применению это может быть агрегия поскольку у меня это довольно сильный агреген далее это пониженная потенция у мужчин конечно но это утверждение как бы до сих пор еще остается спорным не доказано влияет ли она как-то на потенцию но и третий пункт это гипотония или пониженное давление если у вас и так пониженное давление то лучше отказаться от мяты довольно много существует способов применения мяты давайте вам расскажу о двух наиболее наверное известных это при кокоспокрительной то есть мяту используют в этом случае как настой я всегда практически использую как настой и никогда не кипятят вообще чайную ложку измельченных листьев мяты из цветов заливают одним стаканом кипятка настаивают около 15 минут и затем медленно выпивают можно добавить мед когда мята немного остынет вот и второй способ заваривания мяты используется при различных сердечных заболеваниях это берут две чайные ложки или одну столовую ложку измельченных листьев мяты заливают стаканом кипятка настаивают около 20 минут и затем процеживают конечно же и пьют этот настой в течение дня при каких-либо неприятных ощущениях в области сердца либо же просто для профилактики на этом все всем спасибо за внимание надеюсь видео было интересно всем пока